Куртка замшевая, итальянская, куртка итальянская замшевая, две штуки. Ладно. Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня видео будет о покупках одежды, я вам покажу, расскажу все то, что я уже успела купить к лету. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Сразу хочу отметить, что у меня не будет никаких заказов с китайских сайтов, у меня будет все купленное в магазинах Санкт-Петербурга. Поэтому это все можно будет легко найти. Я думаю, что за исключением того, что я купила на распродаже из предыдущих коллекций, но таких вещей немного. И чисто теоретически, наверное, можно где-то в дискаунтах, в сток-магазинах найти еще эти вещи. Так что не будем терять время, начинаем. Прежде всего, я купила вот такую вот футболку в Твое. Я люблю магазин Твое, прежде всего, за то, что у них нормальные натуральные ткани преимущественно. Это футболка хлопковая, мне она безумно нравится. Купила я ее за надписи From Roma to Berlin. Я, скажем так, не фанат надписей, но почему-то, во-первых, Рома. Я обожаю Риму и моего молодого человека зовут Рома. Вот, просто как-то мне понравилась именно такая темно-синяя надпись, простая на белом фоне. Также мне нравится здесь спинка. Она собрана из нескольких частей. За счет этого футболка смотрится немного более, скажем так, приталенной и лучше смотрится на фигуре. Это у меня самый маленький размер, это XS. Вот, я думаю, что в магазинах Твое еще можно найти эту футболку. Смотрится очень-очень круто с джинсами. Я думаю, что с какими-то такими шкодными юбками или шортами будет тоже летом очень круто смотреться. Натуральный хлопок, поэтому всем рекомендую. Покажу вам сразу и следующий топ. Это топ из H&M. Вещи, кстати говоря, как они на мне смотрятся, я вам вставлю фотографии. Следующий топ у меня также из натуральной ткани. Это H&M вискозный топ. У меня в самом маленьком размере, в 34-м. Это, по-моему, на русский 42-й будет. Потрясающе классный топ. Очень круто смотрится. Такая вот разлетающая. Круто смотрится с какими-то летними шортами. Также классно смотрится и с пиджаком, и с кожаной курткой. Такой вот очень универсальный, классный, белый. Ну, правда, не знаю, он такой более молочный, наверное, оттенок белого по сравнению вот с моим, ну, с моей футболкой и с твоё. Очень-очень классный. Мне тоже он безумно нравится. Следующая это куртка кожаная из Zara. У меня тоже в размере XS. Покупала я её на распродажах. Не знаю, как мне так повезло схватить её. Безумно крутая. Прежде всего, это безумно мягкая, потрясающая, натуральная овечья кожа. Куртка очень-очень крутая. Я вам, по-моему, уже говорила на своём канале, что я против полиуретановой обуви, я против полиуретановых курток и всего ненатурального. Я за натуральную кожу. Все зоозащитники, которые против, которые носят полиуретановые вещи, вам это нравится. Хорошо, но не надо писать мне своё мнение, какая я плохая и так далее. Потрясающая куртка. Почему я её взяла? Во-первых, потому что по крою она очень похожа на джинсовую куртку. У неё тут такие кармашки. На ней нет тонны всяких железяк, как обычно на кожаных куртках, которые сделаны под косухи. Потому что не люблю я это всё железо. Они очень тяжёлые из-за этого и они очень короткие. Я всё-таки заботюсь о своём здоровье, о своём женском здоровье. Поэтому мне было очень важно, чтобы меня куртка закрывала поясницу и все важные органы. Вот. Эта куртка у меня достаточно длинная. Она закрывает всё, что мне нужно. При этом очень классно смотрится и с платьями, очень классно смотрится и с юбками. И она безумно лёгкая. Она очень мягкая, из очень тонкой нежной кожи. Потрясающего качества кожи. Я, честно, от Зары не ожидала, что я найду там такую вещь. Но кожа просто отличного качества. Единственное, что она очень тоненькая. Это действительно летняя куртка, потому что в ней комфортное тепло будет только при температуре, наверное, плюс 13, уже плюс 15. Если вы оденете, наверное, плюс 10, вам будет холодновато. И она будет продуваться всё-таки. Так что куртка потрясная, очень лёгкая, очень классная. Прекрасно смотрится с моими другими летними вещами. Также на распродажах себе купила в Mango вот такую вот юбочку. Она тоже кожаная. Я не знаю, зачем я на весну и на лето купила кожаную юбку. Но вот почему-то мне захотелось. Она тоже из натуральной кожи. Она поэтому смотрится очень-очень классно. Она мягкая, она расправляется. Кожа, она, в принципе, от носки расправляется. Она не комкается. Единственное, что юбку эту я давно не одевала. Она как бы достаточно зависелась у меня в шкафу. Но я думаю, что когда я одену, она сразу расправится и будет очень-очень-очень круто смотреться. Мне нравится она с какими-то такими свитерами объемными достаточно. Я думаю, что летом она будет классно смотреться. В ней очень жаркую погоду с блузками. Очень-очень классная. Мне безумно она нравится. Единственное, что она немного мне большая. Это 38 размер. Поэтому она у меня чуть ниже, чем она подразумевалась. Но я не люблю ультра короткие вещи. Поэтому за счет этого она немного длиннее. Мне кажется, она смотрится намного лучше из-за этого. Следующая вещь это платье из Зарины. Очень классное, классное платье. Я, честно говоря, к магазину Зарины относилась достаточно скептически. Но вот я увидела это платье, я сразу захотела его купить. У меня в 42 размере это полиэстер. Я очень долго сомневалась именно из-за того, что это полиэстер. Но так как он нигде не примыкает, поэтому мне жарко. И у меня ничего от него не чешется. Очень комфортное платье. Также мне очень нравится этот рисунок. Мне кажется, он очень-очень-очень крутой. Достаточно дорогой. Потрясающе смотрится с кожаной курткой это платье. Также здесь вот такой вот достаточно интересный пикантный вырез. С такой вот железяк. Кстати говоря, железка эта, она разворачивается. Если вам не нравится вот эта сторона с шипами, такая более агрессивная, можно развернуть. И тут будет такое более классическое украшение. В принципе, вот здесь вот эта вот перемычка, она позволяет это сделать. Также платье с подкладкой. И очень-очень мне нравится. Классно смотрится. И последние из одежды это белая вот такая вот юбка. Очень объемная, красивая. Но я когда выбирала такую юбку, очень давно ее хотела. Но все, что я мерила, мне не нравилось. Потому что за счет вот этого объема, кучи подъемников, юбка... То есть я смотрелась, как эта баба на чайнике какая-то. И юбка отдельно от меня жила своей жизнью. То есть я поворачиваюсь, и она с каким-то таким временным лагом за мной. Вот эта вся масса поворачивается. Мне это очень не нравилось, мне было некомфортно. А эта юбка, она только с одним подъемником, тоже хлопковым. Вся юбка хлопковая, из натурального хлопка. Единственный минус, она мнется достаточно сильно. Но я считаю, что лучше погладить несколько раз, чем ходить в чем-то таком вот некомфортном. И в чем-то будет жарко. Так вот, юбка очень-очень классная. Она очень органично смотрится. Единственное, что она достаточно такой вот, скажем так, длины ниже коленочки. Поэтому нужно смотреть, будет ли на вас такая юбка смотреться в принципе. То есть такие юбки смотрятся очень хорошо на девушках с не очень худыми ногами. И не очень толстыми ногами. Чтобы обязательно лодыжка была не очень, скажем так, объемная. То есть такая более изящная ножка, достаточно рельефная должна быть. Чтобы органично смотрелись такие юбки. В общем-то мне очень-очень нравится, что мода на такие юбки возвращается. Очень круто будет летом смотреться, особенно в солнечную погоду. Потрясающая юбка. Очень классно смотрится со всякими светлыми блузочками. Все в заправку у нее получается очень хорошо. Также на лето я себе приобрела вот такие очень крутые желтые туфли. Приобрела я их в магазине Иконика. Это бренд Риороса. По-моему, он продается только в Иконике. У меня 36 размер. Это натурально лакированная кожа. Очень-очень крутые. Они на достаточно высоком каблуке. Здесь, по-моему, 10 или 11 сантиметров каблук. Но здесь есть скрытая подошва, во-первых. Они очень-очень мягкие, очень хорошо гнутся. Комфортно ноге в них достаточно. То есть я не испытываю здесь комфорта. Я не чувствую вот эту вот подошву. Потому что очень многие производители грешат тем, что за счет такой вот подошвы, скрытой, некомфортной ноге, вы чувствуете себя как будто реально в каком-то инквизиторском таком вот орудии. И нога зажата со всех сторон, не гнется и очень тяжело ходить. Внутри здесь тоже кожа, что немаловажно. Очень комфортно. Нога не будет потеть. Вырез вот здесь вот у меня для пальчиков сделан. Он не маленький и небольшой. То есть и пальчики видно с педикюром. И не будет нога впоследствии вываливаться здесь и не будет вот так вот подгребать, как у волка. Ну погоди. Потрясающие туфли. Очень-очень крутые. Мне также нравится очень оттенок. Я брала из-за оттенка. Потому что он не ярко-желтый, а он такой вот... Знаете, есть такие цветочки. По-моему, называется примула. Они вот как раз-таки в мае цветут. В Ленинградской области вот они цветут. Они очень нежного желтого оттенка. Такого, знаете, как лимонный крем. Так вот, они именно вот этого вот оттенка. Мне так нравится запах этих цветочков. Поэтому мне эти туфли напоминают как раз про эти цветочки. У них очень сладкий медовый такой запах. Очень нежный, красивый. И вот у меня туфлики эти напоминают. Сразу про эти нежные, красивые цветочки. И также сама вот эта кожа, она как будто вот на солнышке, при солнечном свете, она как будто вот блестящая. То есть я так думаю, что это лак специально сделан с какими-то такими блесточками или с чем-то таким мелким. За счет этого очень-очень классно смотрятся. Они блестят, потрясающие туфли. И очень подчеркивают красоту ноги. Очень комфортные, удобные. Так что всем советую поискать, посмотреть. Там есть разные оттенки. То есть в иконике вот в этот раз я просто вообще растерялась, когда выбирала. У меня стояло 10 пар туфель разных. Разных по форме. И длинно носа. И вот такие с открытым носом. И с меньшим каблуком, и с большим каблуком. И разных-разных цветов. То есть там были и мятные, и желтые, и сиреневые, и более темные, и более яркие. Там красные оттенки были. То есть выбор просто огромен. Поэтому всем советую посмотреть. Я думаю, что сейчас уже в ближайшее время в иконике будут большие скидки. Можно будет приобрести. Либо такие туфельки, либо какие туфельки там другие вам понравятся. Но качество просто вообще обалденно. Так, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что интересно вы себе прикупили уже к лету. Также, что из моих покупок вас заинтересовало. Вам понравилось. То, что вам не понравилось, не надо мне писать. Я очень сильно расстроюсь и буду плакать. Шутка. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорой встречи в следующих видео.